Друзья, всем привет и вы на канале Ушатайка. 23 августа в Челябинске пройдет турнир промоушена «Наше дело», который возглавят бой Эдуарда Вартаняна и Александра Грозина. Там же выступит и экс-чемпион Fight Nights в легком весе Мухаммед Сулумов, который выйдет в клетку против Бруно Реверса. Изначально соперником Сулумова должен был стать Бахтияр Араз Дильдыев, но тот был вынужден сняться с поединка. В конце июля, когда Сулумов еще не знал окончательно, с кем ему придется драться, состоялась пресс-конференция, после которой наш корреспондент Ислам Бабаджанов задал Мухаммеду несколько вопросов про спарринги с Алексом Волкановским, Григория Пономарева, Русскую трибуну, Хайп Реалити, конфликт Александра Шлеменко и Анатолия Сульянова. Если еще не подписаны на Ушатайку, не забудьте подписаться. И приятного просмотра! Мухаммед, подвези краткие итоги пресс-конференции. Чувствовал ли себя как в своей тарелке? Ну, я уже после файт-найт уже такие мероприятия, везде я чувствую себя как в своей тарелке, хорошо организованно. Главное, чтобы бардака не было остальное, все привычно уже. То есть грязи, как я понимаю, уже давно нет в нашем деле? Да. Это один из пунктов был перед тем, как ты подписал контракт? Нет, я когда сюда шел, уже не было этого вопроса. Уже это профессиональная лига, я считаю, что они далеко ушли от ПОП-МА. ПОП-МА это в прошлом, сейчас. Это медийная спортивная лига. Для тебя личное подписание с нашим делом, это больше какие-то медийные бои, или вопрос заработка, или вопрос завоевания пояса, или что? Это, во-первых, определенность на четыре боя. Определенность на четыре боя, там лучше, я знаю. Определенность на четыре боя, заработок неплохой, я скажу. Да, я доволен с тем, что четыре боя, там определенные шаги с определенной собрянкой, одни гонорары с другими, другие, ну, там нормально. То есть, Fight Nights в последнем бою у меня был больше. У меня только выход за бой был, как сейчас гонорар, даже больше. А так, вот то, что я могу чаще драться, могу быть активным, это да. Видел твои ролики, как ты тренируешься с Алексом Волкановским. Получается, Алекс Волкановский готовил тебя к Пахтиару, Арес Гильдиеву. Кстати, они по антробометрии похожи. Не, мы с Алексом, это тот спарринг, который мы видели, это первый спарринг, то есть знакомство наше. У меня Брэд, который тренер, боец бывший UFC, который проигрывал в Изиеву, это тренер по кикбоксингу, он меня познакомил с Волкановской, вот это не дикий, не дикарь, поработай с ним. Мы это первый ранд был, это так легко мы поработали. Второй, третий ранд мы уже более так... Ну и раскрой, какие-то детали этих спаррингов. Я работал аккуратно, он работал аккуратно, где-то он попадал, где-то я. Ну, мы аккуратно поработали, он техничный, и я тоже отработал технику. Ну ты же согласен, за часу бывает так, что во время спаррингов, если кто-то там нечаянно или намеренно наносит такой сильный удар, как правило, начинается дикая заруба, вот в случае с Алексом как? Он всегда работает аккуратно или бывает, что он мчается? Ну, он не бил меня так, чтобы я взорвался, и я его так не бил, потому что... Ну, это тренировка по кикбоксингу, это даже не спарринг, по-моему, Мэйпл. Это больше отработка. Это, как называется, вольный бой. Не спарринг, а вольный бой. Успевал за скоростью Алексу? Мне кажется, я моментом быстрее был. Даже так. А в каких? Нарву-нарву. Я считаю, что второй-третий спарринг я уже был быстрее. Означает ли это, что ты так же бы нокаутировал в бою, как Илья его нокаутировал? Не факт, потому что, честно, я хочу, чтобы он вернулся, просто он не в удачное время подрался со стопой после нокаута. Да, это неудивительно, что он отлетел в нокаут. Поэтому, ну, а так интересно было бы. А так он сам хороший парень, простой очень. А чем он запомнился? Ну, босиком ходит там, по этому, за пределами зала даже. Ну, такой, знаешь, такой... Это мужик, короче. Если я не ошибаюсь, он и Тайсумов, они два соучредителя зала Банг Тау в Таиланде, так ли это? Одни из. Одни из? Да, там много их, у этих ребят тоже там есть. То есть, Алекс и Тайсумов, они вложили и свои кровные деньги тоже. Насколько я знаю, да, какие там доли, какие-то там дела, я не знаю. Но я знаю, что они там у истоков этого зала стоят оба. Тайсумов-то был там? Нет, Тайсумов был на связи, когда мы летели. А так он был в другом месте. Не хочет вернуться, ничего не рассказывал? Мы с ним разговаривали, он говорит, что очень хочет вернуться. Я его попросил тоже, его мама его тоже просит, чтобы он один раз подрался. И я ему говорю, поделись уже, вся тесня, вся Россия ждет. Интересно, почему мама это просит? Ну, хочет, чтобы он подрался, выиграл. Чтобы он... Громко печать поставил. Все, победой завершал свою карьеру. Да. Я понял. Да. Вот Мухаммад, мы не помню, когда конкретно, но публиковали фрагмент из интервью Анатолия Сульянова, где он так, если процитировать, то он говорит, да пошел на три буквы Александра Шлеменко, и ты оставил там комментарий достаточно такой тоже. Громкий сказал там, да он, если не ошибаюсь, там, ж... тебя или что-то вроде этого. Вот почему так жестко решил отреагировать на данный пост? На данные слова, извини, Сульянову. Ну, лучше мать им не ругаться, во-первых. Во-вторых, он, ну, необоснованно, мне кажется. Вот я увидел, я это не хотел, смотрел, я бы не посмотрел это, вот если ты бы не выложил в Инстаграм. Ну, это появляется, ну, меня, ну, это что-то разогрело, что ли. А почему разогрело? Это же не тебя касается. Ну, ты знаешь, у меня тоже такая ситуация коснулась. В другом, там-то, там, спортивный момент, ну, более бойцы, боец был, а тут человек, с чего он взял, что? Тем более, ну, когда человек, который, если они отойдут, или по-мужски это решает вопрос, это понятно, кто что там сделает, то, что, ну, что у них получится, ну, зачем в воздух гонять? Так, ну, необоснованно, когда кого-то оскорбляют, у меня чувство справедливости, что ли, вот, такое появляется. Вот, в твоем понимании, чем бы завершилась бы их, там, случайная встреча, например, здесь? Я думаю, Шлеменко напряг бы его. Словесно напряг бы, да, там? Сначала словесно, если бы получил какую-то оппозицию уже и физически. А так, когда ты человека на словах, грубо говоря, на место ставишь, зачем какие-то физические способности поменять, там, бить? Это крайний взамен. Вот после твоего боя с Сарнавским у тебя был конфликт с Григорием Пономаревым. Скорее всего, ты намекал на то, что на этот конфликт, в том числе, только что в речи. Так ли это? Я все-таки надеюсь, что он как-то свяжется, поговорить со мной. Сейчас я чуть остыл, сейчас я готов. То есть отпустил частичную ситуацию? Частично отпустил, но это, возможно, надо его закрыть. Я думаю, мужчина должен... А как его закрывать? Ну, я бы его выслушал сначала. Сначала бы я, наверное, выслушал, но я не знаю. То есть, оказавшись перед Григорием, ты бы подошел бы к нему? Обязательно. Или что было бы? Да, я подошел бы к нему. И какой вопрос задал бы первый? Зачем ерунду нести? Понял. И по поводу русской трибуны, ты сегодня на тресс-конференцию обратился. Не обратился, а сказал, попросил. Я просто не расслышал твой вопрос, я там общался. Что ты тогда сказал? Смотрите, Армен спросил, как мне мероприятие нашего дела. Я сказал, что хорошо организовано. Потом я решил добавить, что у Димы Арушева была большая группа поддержки в лице серверной трибуны. Я к ним, как я сказал, хорошо отношусь. Это большую работу они делают. Но если мы за справедливость, то есть, я не говорю, что там даже чеченская трибуна должна быть на бред-конференции. Ну, чтобы люди, не обязательно мужчины, даже представители женского пола, если хотят посмотреть, поболеть, там за меня где-то поприсутствуют, пусть приходят. А я мог сюда привезти только вот двух человек, со мной один человек. И из-за этого я считаю, что для всех открыто должно быть, если для одного бойца открыто. А так все ровно. А вот если бы тебе предложили принять участие в таком проекте, как High Priority, ты бы принял бы? Нет. Даже в роли там тренера, например, не прямого участника, который будет там конфликтовать и так далее. Насколько я знаю, сейчас Хамзат... В переводе стоит. Насколько я знаю, Хамзат там принимает участие, Арман, но я, насколько я знаю, после первого эпизода, когда там Хамзат и Арман, там все нормально, тихо. Может быть, так бы и принял, но, честно, не хотел. Это слишком грязно, там грязно. Такой душит кого-то, кто-то усыпает. Да, мне это попадается, я это плюс-минус тоже смотрю. Ну, слишком много там вот таких персонажей, нетрезвых, трезвых, отбитых. А есть нормальные. Ну, опять же, первое превалирует, превалирует на второе. А вот хочется добить тему с русской трибуны, я так понимаю, с северной трибуны. Я так понимаю, у тебя там такое большое уважение к парням и респект, потому что я даже заметил, что диалог с селси у тебя, с представителями. Руководитель северной трибуны, мы с ним знакомы, мы подписаны друг на друга, он меня после боя поддержал тоже. Плюс-минус, мы там земляки, потому что я воронежский, он, по-моему, белогородский. А так, вопрос какой был? Да, ну, то есть парни вызывают большое уважение. А, да, я считаю, что национальность, ну, должна, ну, какую-то, ну, как сказать, идентичность должна сохранять нация. То есть чеченская нация, русская нация. Мы не должны враждовать, ну, свое мы не должны забывать и свое, как бы, мы должны сохранять то, что забыли обратно принимать. Да, условия современности, но, которые вот моменты есть, их лучше, как бы, сохранять идентичность, чтобы, как бы, ну, не пропала нация. Сейчас вот ребята, вот я смотрю, в принципе, поддерживают. Если каждый у себя дома будет сохранять порядок, каждый, я, мы в Чечне, у нас есть глава Чеченской республики, которая это делает за нас. Там, русские ребята в России, там, я не знаю, туркмены в Туркменистане. Ну, вообще, я говорю, то будет все хорошо у всех, то есть каждый будет уважать культуру, не будет никаких, там, переборов. Да, преступление всегда будет, но вот такого слишком большой грязи не будет. Спасибо вам.